Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Начнем с Dash. Рассмотрим ближайшие цели по Dash BTC. С одной стороны вы скажете, ох, как он неплохо вырос, дайте-ка я зафиксирую прибыль. И может быть даже будете правы, в том смысле, что краткосрочно мы всегда видим волатильность, небольшие пампы, дампы, то есть у нас может быть краткосрочно небольшой дамп. Но хочу вам сказать, что стоит отдалиться. Это у нас 30-минутный таймфрейм. Врубаем 4-х часовик и видим уже другую картину, что на самом деле тут мы только-только начали шевелиться. То есть дайте там 10 или 15% роста к битку. А, нифига, уже 27%. Ну все равно, это на самом деле песчинка в море просто. И тут мы уже видим более высокий потенциал в соответствии с предыдущими локальными пиками. И, кстати говоря, посмотрите, вот этот предыдущий минимум, возможно, сейчас отработает как небольшое сопротивление. Это уровень 360 тысяч сатоши. Но в целом это все будет пробито и пойдет вот туда. Это мое мнение, дисклеймер, не финансовый совет. А дальше, если вы отдалитесь еще больше на дневке, то вы увидите, что вообще это все детский лепет. Даже то, что я нарисовал, посмотрите, это просто выход из-за весона, так сказать. Вон у нас была желтая точка. Раз, два и три. Три желтые точки – это супер мощный индикатор уже. Первая желтая точка, напоминаю, всегда практически в 99% случаев означает, что мы вернемся выше, чем этот уровень. Вторые две желтые точки сигналят уже на абсолютном дне, как вы видите. И, соответственно, вот что-нибудь такое по Dash BTC нас может ждать. А это на минуточку 20x я нарисовал. Но то, что мы будем выше вот этой желтой точки, это стопудово исторически. А это, ребята, больше, чем 5x отсюда. То есть, грубо говоря, куда-то на 10x мы смотрим просто, как пить дать. Это мой анализ Dash BTC. Dash USD, соответственно, тоже, естественно, будет зависеть от Dash BTC. Смотрите, желтая точка отсигналила нам еще в мае или когда, в июле, что это дно. Вот здесь вот. И с тех пор мы находимся в канале. Мы находимся в канале. И что самое интересное я вам хочу сказать. Если вы переключите на 6-ти часовик Dash USD, то посмотрите внимательно. У нас тут с вами было три желтые точки. Кто не знает, кстати, что это за индикатор внизу. Это китайская копия Market Cipher. Market Cipher он платный. А китайская копия называется VMC Cipher. Пишется вот так вот. Но у меня есть обзор по этому индикатору. Сейчас он появится сверху. Обязательно посмотрите. Вот VMC Cipher B. Мне, кстати, он нравится даже больше, чем оригинальный Market Cipher. Потому что он показывает эти желтые точки. На оригинальном эти желтые точки означают «не покупай». Там они не желтые, а оранжевые. А на этом Cipher эти желтые точки означают как раз «покупай». Вот. Теперь смотрите, что я вам хочу показать. Очень интересный момент. Мы находимся в канале с появлением этой первой желтой точки, которая была вот здесь. Цена была вот здесь. Мы показали еще две желтые точки. Вторая была вот здесь. И третья была вот здесь снова, на той же самой нижней линии канала. Теперь обратите внимание, что вот первая желтая точка сигнализировала нам, что это дно, в принципе. Третья это уже подтверждает. А вторая показывала нам, что даже вершина этого канала – это тоже дно. То есть смотрите, вот этот канал накопительный – это лучшая зона для покупок по Dash BTC. То есть 118-147 долларов. Понятно, что он диповал и до сотки, и можно было купить его и раньше еще дешевле. Но вот мы говорим о локальном канале, который у нас с вами уже полгода тестируется. Эти три желтые точки показывают нам, что это лучший момент для покупки даже по 150 вот здесь. Поэтому, ребят, я считаю это очень круто, и нас ждет что-то вот такое. Довольно с Dash, хочу вам показать еще XRP. По XRP тоже я нашел очень интересный development на старшем таймфрейме. Вот, посмотрите, я тут рисовал, но на дневку переключимся. В линейной шкале ничего не понятно, да, просто какая-то крикозябра. Теперь врубаем логарифму и видим что? Что XRP к USD находится тоже в очень интересном канале. Посмотрите, он находится в канале, из которого мы вываливались вот здесь вот ложно, и ложно пробивались наверх вот здесь. И прямо сейчас мы, похоже, что тестируем нижнюю границу канала, и этот прокол, возможно, также ложный. Стоит, конечно, понаблюдать за этим еще. Но если мы сейчас вернемся обратно в канал, то я с высокой долей вероятности думаю, что мы увидим ретест верхней границы канала, как минимум, с последующим уже пробитием его наверх. Потому что тоже XRP очень сильно перепродан. Опять же, у нас тут желтая точка на сайфере вот здесь. Предыдущие желтые точки, посмотрите, на что указывали вот здесь. Сигнализировали о том, что это дно. Это очень давно было. Посмотрите, вот здесь желтая точка на сайфере, и здесь две. Отработали идеально, что это было дно. Посмотрите, что случилось с XRP после этого. Он вырос на 40 тысяч процентов. И сейчас у нас с вами желтая точка первая была вот здесь. После этого мы сходили чуть ниже проколом, как обычно и бывает после желтых точек. Я вам говорю, желтые точки никогда в моменте не покажут вам абсолютное дно. Они говорят о том, что вот эта зона вся пригодная для покупок. И посмотрите-ка, в ней набрали позу уже те, кому нужно. Возможен прокол из этого канала вниз на ретест этой зоны? Конечно, возможен. Но, на мой взгляд, что мы не дойдем до 20 центов, я думаю, что эта зона тоже уже подросла. И мы где-то вот здесь, если упадем ниже, увидим снова желтую точку. И это будет подтверждающий сигнал по Ripple, то, что это long. Вот, поэтому смотрим за Ripple. Если этот ложный прокол, я думаю, его нужно выкупать, особенно на подтверждение желтой точки, если мы увидим, будет замечательно просто. Еще раз вам говорю, что на китайском Cypher желтая точка означает покупать. И XRP к биткоину, посмотрите, фигачат этих желтых точек на дневке уже вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот они все идут. Чем их больше, тем, соответственно, вероятнее, что это абсолютное дно. Опять же, мы здесь видим примерный канал накопления, в котором цену держат. Не дают, так сказать, сильно ее. Ну, вот здесь был, конечно, дамп на диверах. Соответственно, да, это канал набора позиций. Определенно похоже на это. Вот. И на недельке мы видим с вами, что желтая точка была вот здесь, что означает, что даже по цене выше, чем сейчас, в 2300 Сатоши, XRP все равно дешевый. Что означает, что он обязательно вернется выше этой первой желтой точки. Так что XRP тоже, на самом деле, выглядит классно. Всех XRP-ходлеров и трейдеров эта информация касается. Посмотрите, MoneyFlow неумолимо станет скоро зеленым, перейдет вот в эту территорию. Желтые точки даются там, где на сайфере вот эти горбики нижние начинают уменьшаться. То есть чем, как говорит сам CryptoFace вообще, в лонг надо вставать не там, где все зеленеет. В лонг надо вставать на красном, вот там, где первые горбики начинают показывать начало дивергенции. То есть начало вот этого как бы движения, этого импульса. И тут, когда вы видите зеленый MoneyFlow и эти горбики сверху, вот тут уже вам надо начинать закрывать свои лонги, вот тут вот где-то, и уже играть это в шорт, ну либо забирать профит, либо играть в шорт. То есть почему так? Потому что, смотрите, глобально все идет всегда по вот такой вот очень-очень плавной синусоиде, да, рост, падение. Любой пузырь, ну как медвежьи бычьи рынки, допустим, да. И когда вы будете приближаться на более младший таймфрейм, фрактально тоже все идет такими волнами, ну как на MACD и так далее. Так вот, этот индикатор суммирует все сигналы с RSI, с MACD, с остальных, MoneyFlow, дивергенции. И вот эти желтые точки дает вам там примерно вот в этой точке, примерно здесь, когда только-только начинает смещаться вероятность в вашу сторону, в то, что это будет смена тренда. Иногда он начинает давать желтые точки вот здесь, понимаете? И в итоге, если вы всю дорогу по этим желтым точкам набираете позицию, то вы будете в отличном плюсе вот здесь вот. И здесь также плавно по красным точкам и по снижающимся горбам начинаете разгружаться, когда MoneyFlow вот здесь зеленый, понимаете? Вот, что он дает, этот индикатор. По синусоиде грамотную точку входа там, где у нас перелом тренда. Вот, что важно, друзья. Так же, как и на свечках. Не надо покупать зеленые свечки и продавать красные. Вы так все деньги потеряете. Покупать надо красные свечки и продавать зеленые. Понимаете? Это правило успешного трейдинга. Только так. Покупать надо на страхе, красноту, а продавать зелень. Вот. Поэтому очень сильный индикатор, на самом деле, если им научиться пользоваться и покупать там, где все продают, где всех ликвидируют. Вот. Давайте взглянем, что по биточку происходит у нас. По биточку затяжной флэт, консолидация, медвежий дивер, скажете вы. Но, тем не менее, повышающиеся минимумы и повышающиеся максимумы, дорогие друзья. Так что тренд у нас бычий. Все идет наверх. Сетка EMA Ribbon удерживается как поддержка прямо сейчас. Если мы, конечно, не закрепимся ниже нее и не сделаем что-то такое, то все еще у нас, как говорится, под контроллером. А вот эфир не очень хорошо держит тренд. С другой стороны, он был очень сильно перекачан. И почему бы ему сейчас не подкорректироваться? Вот именно поэтому я вам говорил, что дэш в паре к эфиру очень хорошая сейчас история, потому что эфир, мы видим, дешевеет, а дэш дорожает. И напоминаю вам, что дэш к эфиру стоил 1 к 1 в свое время. Так что по эфиру не знаю. С одной стороны, мы тестируем сейчас критическую поддержку. Я на самом деле в лонгах. По эфиру я думаю, что мы отскочим. Но в целом, я не против, если он скорректируется еще. Я там просто доберу еще больше эфира. И потом мы все равно отскочим наверняка и пойдем переписывать хаи. Потому что, ребята, рынок бычий. Не вижу поводов для медвежки. Все настроены очень по медвежьи. Почитайте комментарии, почитайте чаты. Все отрубят за тузы дно, за медвежий рынок. Все парятся насчет этих процентных ставок. Как один все залаяли, что Фет сейчас повысят ставки, начнется дефляция. Ребята, они вам просто ссут в уши. Вы что, не понимаете, что ли? Они это говорят, чтобы вы все продали, поверив в дефляцию. Какая нахрен дефляция? Им, чтобы была дефляция, им надо процентные ставки повысить хотя бы на половину размера инфляции. Это нереально вообще. Понимаете, какая инфляция? У нас инфляция будет сейчас 50-100% годовых, блин, с счетом напечатанных денег. Поэтому ничего не будет. Они вам это все скажут, вы продадите, и начнется вот это. Так что аккуратненько с риск-менеджментом. Но тем не менее, ребят, пожалуйста, давайте с головой все-таки торговать, потому что я читаю, что пишут, вот, ликвиднул у меня по вашему дэшу, и он полетел. Рассчитывайте риски, держите подальше своей ценной ликвидации, и все у вас будет хорошо, и будет вам профит. Биткоин кэш давайте глянем, потому что я на него тоже настроен мега супер-пупер по быче. Посмотрите, где он. Он на территории желтой точки, повторно к ней откорректировался, в накопительном канале, к биткоину. Он еще даже расти не начинал. Там первые цели, я не знаю, 5 миллионов сатоши, вот, 6 даже, 10 миллионов сатоши, вот, по предыдущим сопротивлениям, даже консервативно, вот, у вас будет отскок на 4,7 миллиона сатоши, на 6,7 миллиона сатоши. И, ребят, давайте уже учиться считать в сатошах, потому что, ну, вот, 9,7 миллиона сатоши, потому что, ребят, я вам так скажу, когда я начинал, миллион сатоши стоил 3 доллара. Прикиньте, вы же врубаетесь, то есть, биткоин вырос за это время в 200 раз. 3 гребаных доллара стоил миллион сатоши, но я уже чуть позже помню, когда я выводил, уже заводил активно деньги, я выводил, это стоило 400-500 рублей, то есть, где-то долларов 7 он уже стоил. Сейчас миллион сатоши стоит 600 долларов, без малого, ну, сейчас 500, блин, подупал, а, сейчас 400. Вот и торопитесь успеть, блин, и считайте в сатошах, потому что, если вы будете считать в долларах, вы будете бесконечно беднеть постоянно. Понимаете? Посмотрите на график биткоина к доллару в логарифме в чем ценность биткоина, сейчас оно появится сверху. Если вы перевернете график биткоина к доллару, то вы увидите график доллара к биткоину, то есть, график доллара в биткоинах. Вы хотите держать вот этот скам, который падает из года в год и сейчас начинает падать еще сильнее, потому что напечатали ту его кучу денег и что-то вам там чешут про процентные ставки. Вы понимаете, что сейчас будет вот такой мега-дамп доллара, и куда улетит тогда биткоин? Тысяч на 500. Другой вопрос, что вы за эти 500 тысяч уже и машину, может быть, не купите через время нормальную, но вы хотя бы сохраните свои средства, ребят. Нефинансовый совет дисклеймер, с вами был Гринь от Калкриптокомет. Спасибо, что смотрите. Если вы новенький, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ставьте стоп, обязательно и тейк. Не жадничай с плечами. Все ссылки в описании. Всем профитролей и скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok